Вагон рассчитан на 64 пассажира. Эти вагоны начали курсировать по территории нашей страны с 1 ноября 2013 года в составе поезда номер 104-103 сообщением Москва-Адлер. Такие двухэтажные вагоны уже возят пассажиров на юге России, но жители Сибири их могут пока увидеть только с помощью такой передвижной выставки. Поезд начал свой путь 8 лет назад, и с тех пор, по словам его работников, колесит по стране почти не останавливаясь. За бортом остались миллионы километров и не меньше, наверное, населенных пунктов. Организаторы говорят, интерес неизменно большой, Барнаул не исключение. Как видите, по людям за моей спиной здесь уже действительно ажиотаж. Я думаю, что полутора-двух тысяч сегодня посетит Барнаулю в среднем от 800 до 1200 человек. Что ни вагона, их всего 9, то отдельная отрасль или эпоха. Здесь и современные поезда, и железнодорожные службы в космической отрасли. Что касается взрослых посетителей, они считают особо важными исторические отделы, посвященные Великой Отечественной строительству БАМа. Потому что сейчас все теряется, история как-то маленько перестраивается, все переделывается. Дети уже так сильно знать ничего не будут наши, что как было раньше. Поэтому, чтобы дети маленько знали историю. Ну а самим ребятам неизменно нравятся отделы, где можно посидеть, поуправлять. Например, вот такие тренажеры. Можно снять? Можно снять? Подождите, надо спрашивать. Можно снять? Спрашивать надо. Завтра поезд прибудет в Бийск, а далее проследует обратно в Москву. И после небольшой стоянки снова отправится по городам и весям. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин